Новосибирец получил химический ожог во время процедур в районной поликлинике. Врачи винят во всем производителе лекарства. Якобы перепутали этикетки. Как такое казалось возможным, выясняла моя коллега Светлана Шуваева. Врачи поликлиники, где все произошло, комментировать ситуацию не хотят. Хотя их вины в случившемся, в общем-то, нет. Михаил Сычев пришел в кабинет Лора на стандартную процедуру промывания носа и получил химический ожог слизистый. В бутылке с маркировкой «водный раствор хлоргексидина» оказался чистый спирт. Наклейки на целой партии препарата перепутал производитель лекарства. Юристы уверяют, случай вопиющий. От фармацевтов можно требовать не только компенсацию морального вреда, но и привлечь их к уголовной ответственности. Вот их можно будет попытаться притянуть в том числе и к халатности, потому что кто-то допустил ошибку и поставил. Не то, что нужно было. Даже вернее не то, что поставил, а просто в упаковку от иного препарата был залит. То есть это фактически же можно и смерть пациенту причинить. Михаил сначала хотел лишь получить извинения и убедиться, что в будущем подобная ситуация не повторится. Но компания «Сибирская аптека» навстречу не пошла. У нас все в порядке, а по дороге от аптеки до поликлиники, как следствие непреодолимой силы, не связанной с нами обстоятельствами, как-то подменился препарат. То есть, ну, если их правильно понял, что инопланетяне подменили. Право поставить препараты в поликлинику «Сибирская аптека» выиграла на торгах, предложив самую низкую цену. Есть лицензии, сертификат на лекарства. Качество продукции больница не проверяет. Судя по всему, фармацевтическое производство располагается где-то здесь, в частном секторе Первомайского района. Во всяком случае, возле входа штабелями сложены самые различные склянки. И большие, и маленькие. От комментариев представители «Сибирской аптеки» категорически отказались. Находились на территории частной собственности. Пожалуйста, покиньте участок и не видите завару. А кто вы? До свидания. Вы кто? Я присоединился в компании «Антэй». А вот тут написано «Сибирская аптека». Михаил уже написал жалобу в Росздравнадзор и собирается подать на производителей опасного лекарства в суд. Говорит, хорошо, что хлоргексидин для наружного применения. А если бы этикетки перепутали на внутривенном препарате, последствия могли оказаться намного серьезнее. Светлана Шуваева, Константин Стримаусов. Новости здесь, Новосибирск.